Где предпочитают хранить деньги татарстанцы? Коммуналка вырастет? Сколько будем платить с 1 июля? Обо всем расскажем подробнее. Это новость экономики. Здравствуйте, меня зовут Альбин Калищук. Только каждый третий татарстанец откладывает деньги на будущее. Остальные вообще перестали копить деньги, даже если у них теоретически такая возможность есть. Исследование провели социологи, узнали также, что 58% жителей по Волжии рассчитывают только на себя, когда выйдут на пенсию. От взрослых детей материальной помощи не ждут. Теперь наоборот, родители-пенсионеры все чаще помогают детям. Это стойкая тенденция последних лет. Но больше информации это исследование несет для экономистов и банкиров. Из 29% тех, кто все-таки несет деньги в банки, большинство выбирает такие вклады, которые можно было бы снять без проблем досрочно. Желательно без потери процентов. Самым надежным способом сохранить деньги жители Приволжского федерального округа считают вложение в недвижимость. Либо просто держать деньги дома наличными, пока не пригодятся. А самым ненадежным отдать свои деньги в управление паевым инвестиционным фондом. Согласен на это только один из ста опрошенных. Коммуналка вырастет с 1 июля этого года. Насколько подрастет, рассказали на итоговой коллегии Госкомитета Татарстана по тарифам. Как обещают, не больше, чем на 4,2%. Такой максимальный предел устанавливает федеральный центр, и для каждого региона он свой. Выше него задирать тарифы нельзя, ниже оставлять можно. Тарифы базируются на федеральном законодательстве, постановлении правительской федерации и на нормативных актах федеральной антимонопольной службы. В соответствии с параметами прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год, индексация оптовой цены на природный газ составила 3,4%. Индексация цены на электроэнергию 4%, индекс потребительских цен вырастет на 3,7%. При этом хочу отметить, что рост конечных тарифов на природный газ и электроэнергию, которые устанавливаются едиными для населения всей нашей республики, со второго полугодия не превосит 3,4% и 3,6% соответственно. Итак, новые жилищно-коммунальные расценки, которые ждут татарстанцев с 1 июля. Электричество за 1 кВт-час будем платить 3,69 рубля. Для сельчан и тех, кто живет в домах без газа, со стационарными электроплитами будет работать понижающий коэффициент 0,7%. Тепло. Стоимость 1 гигакалории составит 1699 рублей 86 копеек. Вода 24 рубля 45 копеек за кубометр. И канализация 17 рублей 93 копейки за кубометр. Поднимать цены старались на минимально допустимый уровень, установленный антимонопольной службой. К слову, в правительстве установили так называемый реестр публичных приоритетов. Одним из пунктов в нем и было сдерживание цен на услуги ЖКХ. Так вот, по итогам соцопросов, почти 49% населения, рост и обоснованность тарифов в прошлом году назвали проблемными. На все сферы экономики и социальной жизни значительное влияние оказывает уровень тарифов. Перед нами стоит задача удержать тарифы на конкурентоспособном уровне по сравнению с соседними регионами, так как инвесторов волнует сейчас уже не только налоговая нагрузка, но и установленные тарифы, тарифы и в первую очередь на тепло и электроэнергию. Поэтому задача Государственного комитета по тарифам обеспечить баланс экономических интересов поставщиков и потребителей, которые в конечном итоге должны получать услуги надлежащего качества и по доступной цене. Кстати, расходы на коммуналку вполне могут измениться и в обратную сторону ввиду экономии. К 1 февраля должен быть готов закон о договорах с поставщиками услуг напрямую. Управляющие компании-посредники, которые собирают деньги с населения и должны быстро и в полном объеме передавать их поставщикам, из этой цепочки платежей хотят исключить. Новая система позволит перечислять деньги поставщику напрямую, и у тех организаций, газа, электроснабжающих, которые уже перешли на такую схему, хорошая собираемость платежей. Так что выгода ожидается двойная. Пока это все новости экономики. Спасибо, что были с нами. До встречи.